Какая правильная дробь увеличится в 6 раз, если к ее числителю прибавить ее знаменатель? Допустим, А – числитель, Б – знаменатель у этой дроби. Если эту дробь увеличить в 6 раз, то получится дробь, у которой числитель А плюс Б – знаменатель Б. Из этого равенства можно получить следующее. 6А – это А плюс Б, значит, 5А равняется Б. В условии говорится, что дробь правильная, значит, единственное значение, которое подходит для А – это единица, тогда Б – 5, дробь – 1,5. Задача вторая. Расставить знаки действий и скобки, чтобы равенство было верным. Равенство содержит факториалы. Что такое факториал? Например, 5 факториал. Это произведение натуральных чисел от 1 до 5 включительно. Так, значение этого выражения должно получиться 15. 5 факториал среди множителей есть тройка и пятерка. Значит, это такая подсказка. Можно, вот как один из возможных вариантов, расставить скобки вот таким образом, из знаки действий. Значит, 5 факториал надо разделить на 8. 4 факториал, если разделить на 3 факториал, то получится 4. 4 умножаем на 2, будет 8. А если 5 факториал разделить на 8, то как раз и получится 15. От умножения на единицу ничего не изменится. Итак, можно расставить, вот, например, таким образом, знаки действий и скобки, чтобы значение выражения было равно 15. Задача третья. Брошены 2 игральных кубика. Какова вероятность того, что сумма очков равна 4? На гранях каждого игрального кубика точками обозначены числа от 1 до 6 включительно. Вероятность всех возможных исходов, можно определить по правилу произведения, 6 умножить на 6. То есть у каждого кубика 6 вариантов. 6 умножить на 6 – 36. Число благоприятных исходов равно 3. Может получиться, значит, на первом кубике 1, на втором 3, 2, 2, либо 3, 1. Других вариантов нет. Число благоприятных исходов равно 3. Число всех возможных исходов, 36, можно сократить на 3. И получается ответ 1,12. Это вероятность того, что сумма очков равна 4. Ответ 1,12. Задача четвертая. Четырехзначное число оканчивается цифрой 4. Откинув эту цифру в конце числа и приписав ее в начале, получили число, которое больше на 2583. Надо найти первоначальное число. Первоначальное число можно обозначить вот таким образом. Это тысячи, сотни, десятки. Последняя цифра 4. Четверку перенесли в начало. Получилось вот такое число. А это число больше. Если из большего вычесть меньшее, то получится 2583. Надо найти первоначальное число. То есть надо определить значение вот этих букв А, В и С. Можно записать в столбик. Так проще разгадывать. Можно в столбик вычитание, а можно сложение. То есть если сложить вот эти числа, то должно получиться число, которое начинается с четверки. И разгадываем. Первая буква, которая будет отгадана, это С. С равно 7. Затем отгадывается В, В5 и А, А1. Ответ. Первоначальное число. 1574. Задача пятая. Высоты А, Д и Б, Е, треугольник А, В, С пересекаются в точке М. Надо найти угол В, М, Д. Если угол В, А, С 60 градусов, вот этот угол, а угол А, В, С 80 градусов. Так, давайте определим сначала третий угол треугольника А, В, С. Если сумма углов треугольника 180, значит, 180 минус 60 и минус 80 получится 40 градусов. Итак, угол А, С, Б – 40 градусов. Так, а теперь давайте рассмотрим четырехугольник С, Д, М, Е. В этом четырехугольнике два прямых угла. И, кроме того, известна градусная мера угла Д, С, Е. Значит, можно найти и четвертый угол, потому что сумма внутренних углов четырехугольника 360. Находим угол Д, М, Е. Градусная мера 140 градусов. А затем можно найти градусную меру угла смежного с ним. 180 минус 140 получается 40 градусов. Ответ 40 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...